Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарба. С начала года столичные спасатели потушили более 260 пожаров, на которых погибли 3 человека. Еще 8 пострадали. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе спасателей вызвали на столичную улицу Шаранговича. В квартире на последнем этаже девятиэтажки горел диван и имущество. Внутри работники МЧС обнаружили 72-летнюю хозяйку. Женщина спала. Ее вывели на свежий воздух и передали медикам. С отравлением продуктами горения пенсионерка была госпитализирована. Предположительно, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении. И еще одного жителя столицы бойцам МЧС удалось спасти. К минувшую субботу. О возгорании в пятиэтажке на улице Орловской в дежурную службу МЧС по номеру 101 сообщил сосед. В квартире на третьем этаже горела постель. На ней лежал 65-летний брат хозяйки, который на момент возгорания дома не было. Пострадавший находился в сознании. С отравлением продуктами горения и ожогами его увезли в больницу. И в этом случае, вероятнее всего, причиной пожара стала неосторожность при курении. Минск чрезвычайный. На примере этих пожаров мы видим, что в большинстве случаев огненное ЧП, происходящее в домах у людей, это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. Кстати, риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя, который громким звуковым сигналом оповестит вас о появлении задымления и сможет предотвратить беду. В прошлом году 83 жителя нашей страны, из них 27 детей, спаслись благодаря сработавшим ОПИ. А с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Безопасность в каждый дом». Заключительный этап, который пройдет 16 февраля в торговом центре Грин-Сити на улице Притыцкого, 156. Начало мероприятия в 11.00. Здесь всех пришедших ожидает множество сюрпризов и подарков. Показ техники спасателей, праздничный концерт и многое другое. Мы приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие. На сегодня все. До встречи через неделю. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.